здравствуйте дорогие друзья продолжаем цикл наших передач и наконец-то сегодня у нас к нам пришел в гости санала чиров поскольку санал является одним из являлся одним из индикаторов одним из основателей движения когда мы возмущались по поводу назначения дмитрия дмитрия трапезникова главой города и листы санал даже приехал сам с москвы несмотря ни на что находился длительное время до до 13 до дошли был на митинге 13 до после этого ты уехал ну сразу первый вопрос как как получается модно сейчас пробуждаться почему ты пробудился почему у тебя была такая реакция на это назначение ты занимал активную роль и я знаю что ты разговаривал у тебя были в ходе когда когда назначили дмитрия трапезников я знаю то что ты переписывался с вот там там была такая реплика это и ты приедешь соуслоте крисло да я базаром нет приеду мужчина мужчине или приехал так ну мы немножко удивились и потом когда ты начал вести свою деятельность активную деятельность я поверил что это искренне и действительно так как на самом деле почему ты пробудился почему ты занимаешь такую позицию но назначение дмитрия трапезникова я узнал из instagram батуха сикова это понятно почему меня возмутило во первых то что он не местный но это на самом деле не такая уж большая причина потому что до этого было назначение представителя правительства не местную меня это не возмутило сильно после того но я всегда проверяю людей у нас сейчас есть интернет google яндекс где просто можно убить фамилию того или иного человека и узнать отзывы да естественно этим отзывам верить на сто процентов как говорит батуха сиков не надо я с этим согласен но тем не менее как я всегда говорил отзывов ни одного положительного не было если даже верить на половину или на три четверти тому что написано в в том числе и дмитрий трапезников в том числе и жителями донецка в том числе и бывшими его соратниками то уже можно сделать вывод что этот человек мягко говоря с подмоченной репутацией что этот человек недостойный и не обладает нужными моральными характеристиками чтобы быть главой моего родного города нашего родного города этот камень меня это возмутило лично меня это не оскорбило мне это оскорбил наверно как пружинского мяки меня это возмутило просто я я выразила свое мнение написал пост потом там было очень много комментариев к этому посту в одном из комментариев был такой один из комментариев которые до сих пор наверное продолжается легко сидеть в москве и комментировать его смущаться наверное я не знаю это может быть это бак чета провокация я сказал я при этом как раз это было по моим пятницу в пятницу я узнал и вот пятницу я выехал приехал я не знал куда я еду я не знал что будет что-то не будет просто я решил поехать а я узнал что будет и решил туда поехать даже так я никого не знал не ну из так называемой позиции или активистов не лучше больше на и слова активисты потому что позиции то те кто для меня это те кто находится каких-то органах то есть в представительных органах и так далее я себя считаю активистом гражданских как и многих других когда ты ехал с москвы когда все это заражалось ты никого не знал ты не знал даже чтобы я не знал что будет я никого не знал и нет но я знал найти кого я знал я знал целью басангова алдара ранджинова слышал про валерий тонович и семена николаевич а те и все более не с кем не был знаком и даже не слышал лаван возвращаемся первым вопрос когда тебя вот когда вот ты понял что надо вот еще остался с национала 4 который активист когда ты понял что я уже теперь всю жизнь я буду активистами до настоящего времени до сегодняшнего до июня я буду активистом вот когда ты это понял что нужно этим заниматься нельзя это бросать что нужно идти когда наверное я понял что я не один такой что я не один что мое мнение совпадает с минимум тысячи моих земляков и поддержи до что кроме меня есть другие активные люди которые и высказываются мнение открыто ну это же для тебя что что-то новую конечно новые они когда промежуток с осени какой-то другой период начался жизни потому что какая-то узнаваемость на улицах пристальное внимание к моим соцсетям я раньше не был публичным человек в принципе ничего не изменилось есть ли ощущение того что ты это делаешь правильно или что-то неправильно у меня нет сомнений что я делаю неправильно это самое главное я вот это хотел услышать так ну давай поговорим о встрече с батухасиковым на на которую ты не попал ну а что почему ты не это мне было но я тоже не попал почему ты не попал на встречу с батухасиков данную встречу организовывал сейчас уже можно об этом говорить на рамке киев в то время на геннаджки киев на в то время он был постоянно представителем при президенте республики калмыки в москве да он тоже как я резко поехал москву ой из москвы в листу и он говорил что давайте ребята хотите поговорить с главой давайте поговорим всем как бы дали согласие а это и было не от него инициатива я вот честно не скажу от кого это конкретно была инициатива была ли это инициатива лично бату или было это инициатива только лишь на геннадьевич возможно ну как сам на на геннаджи говорил какие он говорил что это инициатива лично его сугубо его инициатива на ранг какие на той же он хотел посетить активистов и бату бату засекала чтобы постоянно встреча откладывалась потом написал мне что тебя не не зовут потому что ты перегнул палку но меня это мне что не понравилось что нам говорят одно время нам говорят один формат встречи потом поставим все меняется 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 и я был на встречу с чингисом берегу ученик логовой администрации до предварительная встреча и я там задал вопрос чингису николаевич вы уверены что бату сергеевич сможет с нами встретиться учитывая его статус и учитывая занятость головы субъекта на что был только назначен на что был мой мне не дадут собрать ребята на что был дан утвердительный ответ да конечно я уверен встреча будет причем должна была быть встреча сначала с дмитрием трапезником после него с бату хасиков то есть хасиков хотел встретиться сам глава его администрации говорю что эта встреча будет уже хорошо ну а потом они мне сказали что якобы я оскорбил жену трапезникова ну на что я сказал ну во первых я не чих жил никогда не оскорбляю я до такого не падаю и попросил прислать мне доказательство что я это сделал ты якобы оскорбил жену трапезников и поэтому ты не идешь на свечу с хасиковым да и якобы я скачусь я хозяева а если ты бы оскорбил бы жену хасикова то ты бы не пошел бы на свечу трапезников тебя не пустили я не я логики тоже не увидел поэтому я и ну и не пошел даже не я же не буду без приглашения анти из приглашения я не хожу но меня там тоже очень у меня бизнес объяснение причины ну наверное из-за того что посчитаешь так ну давай поговорим трапезников работы у нас не вне получилось от вас главной борьбе все обсуждали баба баба вы 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 выразили такое мнение что если бы мы били в одну точку в трапе отрезников у нас бы что-то получилось потому что же у нас же протест чуть разросся мы вышли на хасикова уже я я я считаю лично что это логическое заряга как аномерное предложение выйти на хачка но протеста отношения хачкова и трапезники хачка баба считает что нужно что так что нужно твое мнение тут нельзя сказать однозначно потому что мы не знаем что было бы но я тоже поддерживаю всегда такого мнения что нужно быть в одну точку что надо додавливать наше недовольство трапезнику потом как ты говоришь это органично все вылилось в претензии к саму хасикову ну вообще крука лучше было все таки ну все таки я склоняюсь туда надо было давить на трапезнику не распаляться не смотря на то что назначен он несмотря на это все я понял твое мнение вот да да и все на сегодня трапезнику работе я я езжу по городу дороге делается что-то строится там что-то еще строится но построили стадион восточный мы с максом где делали репортаж но они ну все нравится все те на тем недавно пошла там дырки какие-то все это мы сейчас закрыли переделывают может быть дмитрий викторович все-таки молодец если он и молодец то возможно только благодаря нам только благодаря тем жителям которых и на медики потому что у него сейчас не остается ничего кроме как действительно либо имитировать бурную деятельность либо хотя бы что чуть-чуть ее начинать действительно по поводу дорог и так далее но мы с тобой прекрасно знаем что те федеральные средства да и планирование бюджета осуществлялось еще при со времен орлова и прежнем угловой администрации окон на хашкива можно сказать это их заслугой единственный вопрос конечно реализовалась ли это или нет хороший вопрос он реализовал довел для реализовывается реализовывать да потому что во первых их не реализовать это можно ставить крест на своей карьере и крест возможны в том плане что можно в тюрьму угодить потому что 15 проекты а как мы знаем на нас проекты у нас пристальное внимание самого высшего уровня просто нацпроект нельзя его не исполнить его худо-бедно исполнить нужен последний тотальный контроль да и эти нацпроекты они не только у нас в листе этого всех субъектах также они худо-бедно исполняется я думаю трапезников останется у нас нет я вот мое мнение трапезников сейчас исполняет свою роль то есть ту роль которую ему дали год помнишь говорит дайте ему год ну надо отбилиться стать крутым управленцем листа это всего лишь трамплин это как я писал дмитрий тыс подождет годик уже скоро бы сентябре годик он где-нибудь скажет вот молодец у него показатель на он легализуется здесь на территории россии и получит должен я уверен то что на наша деятельность не дает ему надумен есть такое мнение в том числе среди его бывших соратников что дмитрий трапезников никогда в жизни так не работал так не напрягался как в листе но это хорошо это круто это хорошо это тоже результат это очень очень огромный замечательный результат хотя бы так и если не наши личные претензии то зато наш город станет чуточку где-то лучше с момента начала но момент ремарка и мы все понимаем что россия это не правовое государство что законы здесь трактуется так как хотят этого власти и его процент процедуры его назначения она была с нарушением законодательства том числе спубликанского но на это благополучно закрываются глаза и трактуется по-другому вот и все мы к этому начинаем привыкаться ты же помнишь какие были требования со самой страшно что мы начнем да это никого не удивляет к сожалению привыкать с момента начала нашего движения мы создали очень огромный огромное давление на власть выходить депутат там снимали везде ты выходил прямые эфиры там серия многие ребята выходили прямые эфиры одеян мы их мучили мучили мне кажется администрации но не хватало времени все это пересматривать и за нами отслеживать и почему ты перестала сделать хотите что-то там говорить людям разъяснять помощь я приезжал в москву это вопрос хотел бы что ты публично ну как я писал своем постей тут по этому поводу я немножко разочаровался в людях не до конца конечно но в большей части большая часть людей население наш а в населении а ты как ирина данилова да а надо ли им это да вот такой возможно но люди заслуживают то если они если их все устраивает значит и все устраивает зачем тогда это нужно то есть получается мы им тоже навязываем они этого не видит естественно результатом нашей всеобщей деятельности стало некое пробуждение некоторые части населения но потом я все-таки анализирую все это я понял что активными даже 50 процентов населения не будут никогда то есть это всегда лишь небольшая часть населения которая будет активно и которая будет чем проблема в чем проблема в бедности я думаю в бедности и незнание своих прав вот нам нужно чуть-чуть дать им знание образовать объяснить что им положено что не что они могут научить защищать не брала на давайте делать мы стараемся это делать поговорить пробуждать когда люди у нас будут образованным соответственно не буду знать свои права да не узнать свои права нибудь требует у нас смотри коронавирус люди сидят всех закрыли ты сам видишь всех всех зашили все получать так надо а есть права у нас вот наша проблема я все говорю у нас россия не правовое государство режим самоизоляции он никак законодательно не закреплен действом даже ключевая приставка сама то есть вы сами это сделали соглашусь сам у тебя я замечаю мы с тобой никогда об этом не назвали у тебя иной раз бывает вспыльчивость зажимая характер женой характер с с с проявлением эгоизма на себя тянешь я сказал я это вот это бывает но потом когда ты остываешь ты уже начинаешь и начинаешь как бы отходить и конструктивнее это говори говорить вот почему не происходит но я такой характер как куча не разберет я я тоже так получается со согласен это это мой минус я считаю это мой минус я это прекрасно осознаю и признаю пока так возможно с возрастом стану мудрее и менее вспыльчиво менее эмоционально я считаю что человек уже признает это все старается за этим контролирует уже это очень это же такое у меня еще интересует вопроса и твой твои настроения твои отрицательные настроения в отношении стариков-разбойников мне некоторых хотим да такие были в самом начале опять же как я ранее сказал я никого не знал лишь слышал вот мая валерий антонович и семян николаевич атееве предубеждение у меня в отношении них не было но я считал тогда и 8 не читал что нужно я даже писал что они всю жизнь протестуют и результаты нету то есть я на это смотрел так потом когда мы познакомились лично с ними я сумею поменял я понял их и сейчас я возвращен даже восхищаюсь их стойкостью мне кажется так сможет я не уверен что я так смогу так всю жизнь то на протяжении 30 лет там наверное нет наличие направляла когда баба там обороны очередной раз остался начал отделяться от россии не понял и потом ты начал это понимать ну возможно да да я говорю вот в начале я напомню даже что как когда баба там начал отделяться от россии все молодежь которая пришла значит с недоумением ну как бы ну это же не вливалась наш концепция повестка ведь в одну точку да причем только длин от россии по бармагнаеву и трапезников повестка расширялась ты приехал с москвы ты начал заниматься благотворительность добровольчеством сейчас виды рэд коммунициям почему-то вы это решение сделать как организовывать для чего ну мы как я ранее писал я мы решили я же написал что я не буду заниматься политической деятельностью я решил направить энергии то есть она копится я решил направить энергию на такое позитивное русло чтобы только там критиковать и подвергать сомнению там действие властей среди что-то делать поэтому мы посовершать с ребятами решили тем более на своей как бы шкуре почувствовать до месячное заточение без зарплаты мы поняли что а есть люди которые но только еще хуже ситуация поэтому мы решили сделать заняться благотворительностью на самом деле заниматься благотворительностью не очень не трудно было бы желание нам предоставил наш друг помещение куда куда мы свозили продукты фасовали их в интернете мы создали соцсети активно нам подавали заявки да и все то же самое принципе как что и делал там он и ф и так далее депутаты то еще я хотя бы понимал что сегодня там допустим 70 семей ближайшей неделе будет что есть я это понимал этот это становилось легче ну конечно я кайфую на сегодня вы уже нервничать да потому что во первых цели нашей организации не совсем такие монетин не не был открыт на организация в чистом виде или до 3 на фонд классическом понимании другая ну вот условия пандемии нам пришлось вот так немножко скорректировать деятельность и ну и плюс возможно у наших пожертвователей тоже деньги кончились перестали пожертвовать проходить в общей сложности насколько я помню мы помогли по моему около пятиста семьи за такой период кружки может быть я ошибаюсь это очень хороший опыт кстати очень хороший опыт когда ты видишь когда ты приезжаешь еще к тем людям ты смотришь я когда вот ездил я еще до сих пор вижу и я смотрю оказывается у нас этим людям надо помогать не только период но их на им нужно вот наша цель что помогать друг другу нужно всегда и у нас не только благотворительность то есть те же люди допустим и проведу пример была учительница у нее там кончились продукты но она говорит в ответ я могу в ответ вести онлайн уроки репетиторство безвозмездно то есть люди с сами могут это система взаимопомощи вот создать вот такую площадку было бы отлично но она будет действовать как ты оцениваешь деятельность власти нашей региональной массе пьют по планами отрицательно скорее потому что ничем не отличается от деятельности в целом федеральной власти период пандемии людям сказали не выходить из дома пригрозив штрафами но не выплачивая зарплату ну то есть очень много право коллизий до сих пор юристы не могут разобраться и другой вопрос задам погладывался в рамках региона могла ли наша власть нам как нашего региона более так а то они контролируют приезжающим граждан что здесь не распространять чтобы инфекция не распространял естественно ну все в ее в силу все инструменты бы я считаю перекройте там везде на республику я бы сделал метров возможно на это ушло много денег хотя сомневаюсь есть аэропорт заменять измерять температуру делайте там тесты до при прилетающем есть вокзала куда приходят большие автобусы есть другие иные компании посты границ посты все и записал создал список этот контролирующие то есть контролируешь там плане дело в контролевших здоровье дело контролирующие что надо было и можно бы предотвратить там 1000 контролем можно раз бы дома сидел бы и народ бы хочу отметить что у народ все таки у нас дисциплинированном плане что все матка ходят да сейчас возможно немножко расслабиться и за живых на тогда не а первую неделю вообще никого ли дисциплинированным чем в москве вижу неделю вообще не было никого машины две триута ездят я тогда ездил добровольцы пепер и вообще ты выходишь в один из часов дня такое ощущение что 5 5 часов утра никому и более того я хочу сказать что это угроза она до сих пор же есть она до сих пор сохраняется и сейчас власти сейчас расслабляет людей и я боюсь что может быть ты знаешь я знаю для чего вот да давай об этом поговорим как ты относишься к предстоящим поправкам в конституцию и что ты советуешь делать людям насколько ты нужен лично ну я лукавить не буду ты знаешь как юрист что поправки уже действует они приняты и более того федеральным законом он сейчас буквально и прочитал не регламентируется никакого всенародного голосования референдума то есть все с процедуры органы соблюли поправки в силу вступят но этим всенародным так называем голосовать им который никак не регулируется избирательным правом никак они хотят легенды легитимизировать эти поправки и я отношусь к ним крайне отрицательно по нескольким причинам первое то что президент у нас может избираться до там 36 года мне будет к тому времени 56 лет когда не станет 2 момент как как представительно мало национальности меня волнует такой вопрос как статус государственного языка там все мы знаем написано русский русский язык как язык государство образующего народа чей родной разу язык русский русского народа значит русский народ государство образующий остальные что татары украинцы крупные нации не считает даже калмыков ну что они государство образующий получается ты как юрист понимаешь что это можно трактовать в дальнейшем как угодно если власть сойдет с ума она сможет выдать написать закон что не государство образующие народу и народы ущемляются правах и им запрещается двигаться ну то есть это все возможно да и это будет трактоваться допустим националистами хорошая подача это будет развиваться тем более в нынешней конституции ты знаешь русский язык государственный язык российской федерации так и уже записано что меня зачем плюс дальнейшая справка есть на территории россии могут создаваться федеральные федеральные территории которые будут осуществлять власть через публичных то есть у федеральной территории будут органы госвласти дублирующие все для чего это делается укропление региона российской федерации него это конец федерации это будет россии россия наверно будет у название федерации возможно уберут потом будет унитарное государство по примеру там других стран что делать надо идти и голосовать против естественно тот пакет который нам предлагает нас никак не устраивает более того все те нормы которые они сейчас рекламируют забота о животных наследие и так далее все это регулируется федеральными законами и уже работаем уже работает это все дымовая завеса как все говорят но никто не говорит что будет обновление сроков президента и так далее почему нужно идти голосовать потому что понятное дело я вижу настроение что типа без нас все решили зачем идти легитимизировать допустим тот же оппозиционер навальный говорит я не хочу в этом участвовать мы понимаем но мы должны показать людям власти тесную активность недовольны что мы недовольны и это нормальная же мысль тогда за какой он хотел спросить у народу хотите ли вы мы должны отвечать нет нет все смысл так они будут узнать он хотел обратную связь диалог я без народа нее не могу мы ответим давайте я даже не знаю что будет если допустим вдруг случится такое что нет нет представляешь это будет какая-то коллизия я не знаю что бы они конечно не допустят но можно идти и тянут и самая самая страшная что мы уже знаем что они такого не допустят мы привыкли к этому мы почему должны идти на самый старшный самое страшное что они отменили коронавирус еще из-за этих поправок да самое страшное поэтому если идете голосовать идите голосовать со всеми средствами защиты добились все как магазин ходить как ты в настоящее время цене деятельность батуха сипов отлично буду да никак и чурник николаевич вообще никак даже слов не может у меня нет комментариев вы посмотрите их страницы в инстаграме если увидеть казачка этому человеку мне кажется уже наверное он устал я думаю наверное уже пора дать дорогу молодым власть должна быть меняема всегда везде всегда власть меняем если человек находится долго власти за должно наоборот у лена вызывать вопросы в нормальной стране всегда власть меняем поэтому когда человек геморгатических когда человек знает что у него есть определенный срок он должен сделать за этот срок то что обещал если он не если и он понимает что если он то что обещал не делает его следующий раз не изберут ну по-честному если мы понимаем что выбор нас превратили в карусели вопросы и так далее учителя бедные там под камеры бегу к сожалению мы сами это тоже в этом немножко виноваты что мы не ходим на них лично я не ходил не на выбор а сейчас понимаю что нужно нужно не дать власти голосовать за нас если ты придешь твой голос точно никуда не уйдет я труднее будет я именно за чтобы мы научились голосовать выбирать выбирать правильно и правильных людей оценка деятельности 9 депутатов в госдуму получила ему я не знаю ни одного хорошего депутата госдумы по-моему их во всей госдуме нет по поводу батару дучил я тоже не знаю его что что как оценивать последнее его заявление в башкирии почему-то на человек я не помню что-то фейк фейков новость вызывает мягко говоря очень много вопросов по поводу мукабином я ее помощник общественно критиковать у меня на морального права нет и но хотя и до этого мне не было особо к ней претензий личных общественных претензий я сейчас не знаком но я являюсь официально и помощником у меня нет морального права но это был с человеческой точки зрения даже ты писал об этом пост но почему я стал вот почему ты стал помощником я тебе задаю вопрос именно с той позиции что ты активист гражданский активист против этой власти предлагающие что-то новое и как бы там же вывезли не за ним и ты здесь появлялись в рядах мукабина и очень многим людям очень много я понимаю граждан я понимаю граждан было непонятно твое это действие и очень многие возмутились ну ты знаешь даже как возмутились почему вот хотел бы до конца понять потому что не мысли бы разговаривать об этом но хотели бы чтобы наши да я обещал посмотри логику тех людей которые возмутились но кстати по поводу очень многих я сомневаюсь но мы допустим на моих страницах да все наоборот поддержали я знаю лично тех даже те кто возмущался публично об этом называем этом перебесчиком ну я понимаю логику таких людей у них либо холодные либо горячие теплого не бывает то есть либо этом остро либо тупой в крайности я стал ее помощником не в части там ее законотворческой деятельности не в части ее общественной деятельности был конкретный разговор и он был председателя санал ты обладаешь статусом адвоката да я бы хотел чтобы ко мне часто обращаются наши земляки по проблему связаны с органами внутренних дел уголовное преследование незаконное задержание и так далее могу ли я тебя ты будешь обладать двумя статусами помогаете это и инициативу да был тоже меня не будут собрать ребята я убедительно сразу не ответил потому что ну это было неожиданно это было неожиданно я решил подумать и спустя там наверно месяца полтора сказал да давайте прислал документы свои но для оформления а сейчас будет более скажу я до сих пор достоверение забрал из-за коронавируса то есть формальные еще не не помощник фактически не забрал достоверение еще сейчас поеду заберу как ощущение что-то там ничего не изменилось просто почему-то люди думают что я сразу там зарплату получаю зарплату я не получаю с каждый день не марина не звонит не говорить что делать тогда задача мне как бы не не обозначивает позвонит она мне только лишь там по поводу какого-то задержания нашего договоренности именно так я честно говорю что так и происходит до сих пор более того мы с ней я помочь для небу и помощником плотно работали по поводу привлечения штыгашева к ответственности она же поднимал поднимать вопрос в госдуме она донесла наши я в москве собирал подписи около 60 подписи собрал на заявление в комиссии по этике генеральному прокурору то есть именно это письмо попала на стол терешковый по которой они принят как ты считаешь вроде вопрос священ вроде как мягко говоря закрыт когда никто сейчас об этом не говорит достигли ли мы той цели которые хотели наказать я считаю это неправильно я понимаю что это политический вопрос я понимаю что без команды сверху не будет никакого наказания я понимаю что нам не дадут его правым методом наказать сейчас мы обжалуем допустим я до сих пор обжалую час действия следователей по своему по своему заявлению они просто сейчас отписываются такими глупыми отписками что я даже иногда ломаю голову как на такую глупость как ее обжаловать понимаешь ты поддерживаешь время я сейчас получу от них какое-либо действие наверное буду подавать суд я я считаю что нужно но есть в рамках правого поля написал отказали обжаловал суд заставил и дальше если конечно застану понимаем это за это будет абаканский городской суд это будет следствие направлении по хакасии красноярского края то есть но конечно я наш следственный комитет мог бы хотя бы здесь принять взять объяснение людей и направить материалов подсказка они сразу же отписки я недавно но я до сих пор я поднимаю вопрос по премии ты ты же курсе думаю я в курсе сок свои публикации только то только свои публикации меня это возмущает не возмущает то что например мин цифры мин природы аппарат правительстве пара и аппарат главы они со своей главы получили намного больше чем тот же здрав но мин как ты это отреагируешь в этом все логично там получили то есть но это твою но это в рамках предположения предположение твои же по твоим предположениям получается что новые министры из команды бату получили больше чем старый орловский по министерствам это не предположение это официальные данные с электронный бюджет вот это я уже предположил помимо по министров что учета фонда оплаты труда но вот поменяя идеями я не говорю что папа вниз я задаю вопрос по министерству как ты его комментируешь как ты свое отношение выразишь то что я считаю призывы мин справедливо должны должны получить большие большие премии исходя результаты работы смог сравнить министерство цифрового развития месяца сельского хозяйства что сейчас важнее для колонники сельскохозяйстве цифровое развитие начнем с этого естественно у сельского хайни сердце с колесом больше показателей по которым оценят их деятельность больше работников больше работников больше показателей больше требований и мин цифры я считаю что целесообразнее поощрять деятельность сельского хозяйства может огромная публика вот даже в этом плане естественно не согласен здесь а что делать но я до сих пор считаю что уверен что там что-то дадим меня на что разберемся что уже даже не удивляет это вот допустим те же расследования проводят разные группы в россии на федеральном уровне у чиновника нашли это полковника мвд нашли это подполковника фсб это нашли людей это не удивляет уже привыкли к тому что там квартиры полные забитые деньгами премии миллионы к сожалению это никого не удивляет это нездоровая ситуация что делали чтобы не было люди должны понять должны понять что ворует не из какого-то условного бюджета а ворует из их кармана почему почему потому что они платят налоги а налоги в большей части формирует бюджет это и есть можно сказать что ворует из вашего кармана у нас у нас у всех отлично ну и за на заключение я хотел бы послушать чтобы ты пожелал нашим подписчикам смотрит я бы хотел бы чтобы вы оставались активными подвергали сомнению каждую информацию проверяли данные факты делали свои выводы самостоятельно принимали активное участие в выборах все-таки это важно очень и важно сейчас пойти на голосование против оправок в конституцию мы понимаем что решение за нас принято это уже можно говорить в открытую но тем не менее надо показать государству что мы не согласны с ее деятельностью во многих аспектах и это нормальная ситуация это нормальная деятельность здорового общества здорового государства почему-то у нас государстве критикуют тех кто критикует государство но без критики государства и государство не будет знать что он что-то делает неправильно критика она же направлена не только на подрыв какой-то деятельности выявление недостатков и указание на это не статки корректировку деятельности это нормальная абсолютно ситуация спасибо что пришел спасибо я долго тебя ждал пришел ну и так дорогие друзья это был сана мальчиров приехал с москвы я долго его ждал ну а вам дорогие друзья хочу дать такое небольшое объявление что сейчас я буду выкладывать на своих страницах соцсетях о том какого какого гостя мы будем ждать всего фотографии там в таком формате и прошу вас там не в instagram или пишите вопросы к которым вы хотели бы ему задать я соответственно буду их задавать в интервью вот такую обратную связь наладить наладим спасибо большое что смотрели наши смотрите лайки выставить ставьте лайки нажимайте на колокольчик я бы еще хотел бы активность добавить зрители которые я бы хотел бы чтобы вы писали комментарий туфу того человека который вы хотели бы увидеть у тебя в передаче как будет активность человек будет видеть уже можно приглашать и говорим о том что мы же я же мы мы говорим все открыты давайте приходите че че миджан грамм просто свой филисов приду че 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 опишу ему молчит не пойму уже опять шутку сутки понимаешь а нам нужна та сторона чтобы они конечно понимаешь получается у нас оппозиционный канал оппозиционной передачи я думаю хотя бы хотя бы там на удаленке это не вопрос андреич приглашаю вас на интервью давайте посетим поговорим да поговорим в форме библиотеки как это интервью спасибо дорогие друзья что смотрите до свидания до свидания а